Всем привет из солнечной Австралии! И сегодня я хочу поговорить с вами на тему парикмахерские услуги в Австралии. Ну, начну с того, что в Австралии вы не увидите нигде отдельно стоящих зданий парикмахерских или же какие-то раздельные офисы парикмахерские. Все парикмахерские находятся в шоппинг-центре. И мужские залы, и женские. Причем, вот в России, например, в парикмахерской можно сделать все услуги, как и стрижки, парикмахерские услуги, так и маникюр-педикюр. В Австралии нет. Отдельно находятся залы парикмахерские и отдельно залы для маникюра и педикюра. Признаюсь честно, для меня очень трудно было найти подходящего мне парикмахера. И где-то практически два года с момента приезда я металась в поисках более-менее нормального парикмахера. И вы знаете, как, например, я приехала, у меня стрижка была покороче, чем сейчас, и я до свадьбы, я не стриглась. Наоборот, я ждала, что волосы отрастут. И на свадьбу мне сделали прическу без стрижки, без покраски. Только была укладка. Это стоило 150 австралийских долларов. Причем для таких видов услуг, как свадебные прически, существуют парикмахеры, которые выезжают на дом к клиенту. Они сами приезжают и дома делают все услуги парикмахерские. Даже парикмахер такого рода может сделать вам макияж, который тоже стоит где-то до 100 долларов. Потом, после свадьбы, я уже задумалась, как бы мне найти парикмахера. Естественно, я не знала ничего. Обращаться к парикмахеру, который выезжал на дом, мне не хотелось. Мне не совсем понравилось, как она работала. Но не важно, не суть. Мне пришлось, значит, самой искать парикмахера. Муж мой, естественно, не знал женских мастеров. И мы просто поехали в какой-то шоппинг-центр, где меня постригли за 50 долларов. Очень неудачно. Как бы так вот по-русски сказать, обкорнала меня девушка. Причем я ей объяснила, она все поняла, вопросов не задавала. Но сделала совершенно не так, как я просила. И выстригла мне некрасиво. В общем, обкорнала меня. Второй раз я тоже это не забуду. Также было в другом шоппинг-центре. 50 долларов. Девушка мне подстригла, стригла, стригла. И в итоге одна сторона оказалась короче другой. Равняла она. Но в итоге, после мытья головы, оказалось, что все равно одна сторона длиннее, а другая короче. Потом были такие попытки неудачные, как с формой. Я прошу одну форму, делаю мне другую. Ну, в общем, были такие даже мастера, которые уже было дороже. 80 долларов. Но все равно я приходила домой, понимала, что меня очень мало подстригли. Совершенно практически не подстригли за 80 долларов. Потом я все-таки нашла мастера. У нее была стрижка, стоила 100 долларов. Она хорошо подстригала. Но, значит, что произошло? Я решила... У нее, кстати, я делала укладки на разные случаи жизни, на разные праздники. Укладка стоила у нее 50 долларов. Эта укладка включает в себя здесь это мытье головы шампунем, применение кондиционера и сушка феном и также утюжком при необходимости использование утюжка. Последний раз я сделала у этого мастера стрижку, покраску и укладку. Общая стоимость вышла 250 долларов. Конечно, сумма приличная очень, но ведь главное было не в этом. Главное в том, что меня очень разочаровала сама покраска. Я просила, ввиду того, что я красилась сама красками, которые покупала в различных шопах, конечно, у меня было неравномерное окрашивание. У меня был как бы не один тон на голове. Разные оттенки были. В общем, неравномерно были окрашены волосы на голове. И я просила ее лично, что говорю, пожалуйста, постарайтесь мне сделать одного цвета. То есть выбрали мы с ней цвет, конечно, светлый, блондин. И я спрашиваю, возможно ли это? Да, конечно. Но когда мне начали красить голову, вы знаете, вот как вот мелирование делают, то есть через фольгу в дырочке вытаскивают пряди волос. Я спросила еще, а зачем вы вытаскиваете пряди, ведь будет неравномерно, мне нужно все. Так надо. Мне ответили, так надо. В итоге так меня и покрасили, то есть прядями. Пряди обесцветили. Объяснили это тем, что не захотели портить корни. Хотя можно было об этом сказать в самом начале, мы бы все это обговорили в начале. Но потом выяснилось, что они приняли решение уже, она приняла решение по ходу действия окрашивания. В результате, вот за эти 250 долларов меня покрасили, вы знаете, вот эти цвета вообще у меня стали так разниться. Мелирование, не мелирование, кусками все. В общем, мне очень не понравилось. Я даже обиделась на этого парикмахера, потому что я считаю, что нужно все обговаривать до того, как будет сделана работа, а не самому принимать решение и делать. Вместо того, чтобы окрасить всю голову, она сделала мне как бы мелирование по всей голове. В общем, я обиделась и не пошла больше к ней. И вот я, вы знаете, намаялась, намаялась. И вот совершенно недавно, буквально недели две назад, я обнаружила, что в нашем здесь магазинчике, который недалеко от нашего района, если вы видели мое видео, сама за рулем, там я покупаю продукты. И там же находится парикмахерская. Значит, когда я зашла в нее, я смотрю, там мужчина, ну, вы знаете, почему-то мне показалось, что вот почувствовала, что этот мужчина хорошо подстригает. И я к нему пошла, значит, на прошлой неделе я подстриглась. Мне понравилось. И сегодня я ходила к нему, вот покрасилась. Перед вами тон я сделала немножко потемнее, чем обычно. Ну, я вообще люблю меняться. Я люблю немножко менять и форму прически, и цвета меняю. Я была и темная, и рыжая была, и темная блондинка была, и светлая блондинка. Сейчас вот где-то средний такой тон спокойный. И, значит, я вам сейчас покажу этот шоп, эту парикмахерскую. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Теперь по ценам на парикмахерские услуги. Я говорю о штате Западной Австралии. Но, например, по мужским стрижкам примерно такие же цены и в Сиднее. Стоимость услуг на мужские стрижки от 15 до 30 долларов. Но хочу сказать, что 15 долларов – это стрижка как бы, ну, такая, по-быстренькому. Обычно в таких местах, в таких парикмахерских, много людей. И как бы идет очень быстрый поток. И стараются мастера все по-быстрому. Ну, в общем, как для пожилых людей. Вот эти стрижки, они приемлемы для пожилых австралийцев. И, как говорится, чтобы не жарко было, коротенькое, там что-то такое. А когда уже получше, чтобы посолиднее, ну, это где-то 30 долларов. По женским стрижкам. Стоимость стрижки, вот, Forest Field парикмахерской. Значит, 80 долларов покраска волос. Сегодня я отдала 80 долларов. До этого я подстригалась. Стоимость стрижки была 70 долларов. И укладка. То есть, туда входит мытье головы с шампунем, с использованием кондиционера. И сушка феном и утюжком. Это 40 долларов. То есть, в итоге, если бы я сделала стрижку с покраской и укладкой в Forest Field, здесь вот в нашем, то, вот, смотрите, 70 плюс покраска 80. И это 150. И укладка 40. Это 190 долларов. Стоила бы мне стрижка, покраска и укладка. Вместо предыдущих 250 долларов, из-за которых я была только расстроена в прошлый раз. Подводя итог сказанному, я хочу вам сказать, что в Австралии, конечно, не так просто найти подходящего нормального парикмахера, который бы и брал не самые большие деньги, и в то же время качественно, красиво подстригал и красил. Это достаточно серьезная проблема найти хорошего парикмахера. Поэтому, когда я, наконец, вот сейчас нашла, я очень рада. На этом я с вами прощаюсь, мои дорогие. Всегда рада с вами поделиться интересной информацией. Пишите мне в комментариях, спрашивайте, если какие есть вопросы. До новых встреч! Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok